Видео с телефона грузится нереально долго, конечно, на YouTube, потому что приходится грузить через VPN, а мой планшет все еще сломан, поэтому снимаю небольшой обзорчик, просто вышел на улицу прогуляться около отеля, отошел буквально чуть-чуть, вот, ну и интересная, конечно, атмосфера здесь, все настолько компактно, но довольно красиво, вот, собственно, в это место я и хотел зайти, какая-то беседка, или что это, смотрите-ка, это пруд, в нем есть какие-нибудь рыбки интересные, главное не уронить телефон сейчас, потому что рыбок я не вижу, вижу мусор, его не так много, конечно, но достаточно. И лужайка. Не буду снимать долго, буквально еще, может быть, минутку или полторы, потому что видео нереально долго грузится, напомню, что в Китае не работает ни Twitter, ни YouTube, ни Google, поэтому приходится работать через VPN, то есть через США или через Россию, ну, в любом случае, даже родной коннект на YouTube зачастую льет очень плохо видосы, но... Да, конечно, китайский менталитет это что-то, они постоянно кричат, даже когда друг с другом просто общаются, такое ощущение, что они ругаются. Видели бы, как мне пытались объяснить, где вообще можно починить здесь планшет, мне кажется, что там целый консилиум собрался, но, возможно, это было из-за того, что я не очень хорошо говорю по-китайски, никто не говорил по-английски, а девушка, которая... женщина, которая переводила, она тоже говорила плохо по-русски. Вот, но надежда есть, что вечером приедет чувак, который говорит по-русски получше, и он сможет меня чему-то научить. Кстати говоря, Дима Лост вроде как должен уже был прилететь, и сейчас в скором времени прибудет в отель, у меня появится сосед, так что вот так вот. Ну, пожалуй, на этом закончу, две минуты с половинкой, такой небольшой обзор, довольно-таки красивый, давайте посмотрим наверх, на наш отель, он очень высокий. Вот, ну и на этом, пожалуй, все, ждите следующих видео.